если вдруг вы успели посмотреть венеции абсолютно все и у вас куча свободного времени или вы хотите посмотреть что-нибудь новенькое предлагаю отправиться на озеро гарда сейчас я нахожусь на центральном автовокзале венеции жду поезд билеты на поезд я покупала через сайт tren italia прямой билет мистер гарда стоят 29 евро но можно купить с пересадкой за 12 евро разница во времени всего 15 минут на прямом доедем за 1 час 15 минут а с пересадкой за полтора часа зато экономия существенные перебежали из вот этого вот поездом сюда напротив задержался на 7 минут на что вы ехать 943 уже с чем с копейками они 949 тоже задержался в итоге повезло и еще что они рядышком просто приближать с одной платформы на той платформе с одного поезда на другой охоте поезда итальянские с их задержками доведут до инфаркта после пересадки вероне ехать всего 13 минут и вот мы на месте в пескера дель гарда это живописный городок расположены на южном побережье озера гарда в пескере можно прогуляться по историческому центру побродить по крепости или потусить на пляже но у нас с вами немного другой план мы отправимся вглубь озера в коммунну тори на указатель порта в принципе туда будет идти большая толпа людей и нам вместе с ними пришли на причал сейчас я удостоверюсь что паром отходит именно отсюда и пойду тогда дальше погуляю потому что есть еще немножко времени так navigazione lago di garda вот он офис основной оператор обслуживающий озеро гарда это navigazione lago di garda они предоставляют регулярные рейсы между основными городами озера включая пискеру, limone, riva del garda, sermione, torri del binaco и так далее я покупала билет на паром онлайн после того как уже убедилась откуда уходят паромы и на какое время мы успеваем попасть хотя можно было уже купить и по факту в кассе просто там никого не было видимо не очередная сиеста на почту пришел электронный билет и мы вернулись на платформу к назначенному часу из города пискера дель гарда мы отправляемся в город тори туда поглубже к озеру где нужно начинает вот так вот сужаться чтобы горы были еще ближе с той стороны ну и плюс естественно критерий отбора был это разрешено летать на дроне естественно значит с пискеры он делает раз два три четыре остановки на 5 мы выходим лазиса тисана бордолина гарда тори в пути 1 час 35 минут но на самом деле лодка задерживается минут десять неизвестно в конце в целом задержка но пока что на 10 минут снова собираем новых туристов кто-то вышел кто-то зашел и еще одна остановка на второй выходим скоро будет красота почему скоро уже красиво еще и скоро пассажиры постоянно сменяются и лодка то полупустая то забита полностью но довольно комфортная она оснащена всем необходимым есть салоны с сидячими местами внутри лодки открытые палубы для любования видами и есть туалет со второго этажа можно спуститься на первый либо сидеть там где застеклено либо сидеть вот так вот на корме впереди как ребята сидят достаточно медренно паром и курсирует круглый год но расписание меняется в зависимости от сезона летом это с мая по октябрь они ходят чаще а зимой реже но все равно остаются удобным вариантом для перемещений по озеру маршрут от пескеры до тори идет вдоль восточного берега озера делая остановки эти остановки позволяют не только увидеть разные города но и легко организовать путешествие с возможностью выхода на промежуточных станциях цена билета зависит от расстояния и типа парома маршрут пескера тори и обратно в пескеру обошелся в 9 8 евро то есть 19 6 евро на человека лодка в какой-то момент остановилась посредине озера не просто мы стояли непонятно будет что происходит почему остановить почему мы туда не едем но по всей видимости пробка была мы просто ждали когда отъедет другой паром и вот наконец-таки наша остановка тори дель бинато это живописный городок который выглядит как с открытки прогуливаясь по его узким улочкам вы почувствуете атмосферу такого тихого итальянского городочка где время словно остановилась средневековые здания живописная набережная и такие красивые горы на фоне озера создать ощущение покоя и гармонии а еще вы же помните что у меня с собой дрон и в планах было полетать над озером каково же было мое удивление вместе с тем и последующее расстройство когда я обнаружила что в дроне нет карты памяти оказывается когда я скидывала видео на комп обратно карту не вернула и забыла это перепроверить перед выходом к счастью в дроне есть встроенная карта памяти хоть и очень маленькая буквально на две минутки съемок и пары кадров так что внимание это уникальные и ценные секунды полета над озером записанные на озеро карта а 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 по ま а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Его подали непрожаренным Он сырой Во-вторых, в меню написано было, что он стоит 20 евро Начинаем заказывать у официанта А официант говорит Ой, извините, мы не перепечатали меню Мы начали заказывать какой-то элитный стейк Он у нас обходится дороже И поэтому мы его продаем по 25 Начинает в планшете показывать мне цену Что типа он не вреет, не придумывает ее из головы А что это действительно у него так Я такая, окей, окей, 25 евро В общем, в-третьих Он подается без гарнира Тут вот чуть-чуть руколы Какие-то маленькие кусочки томатов запеченные И все Ну и самое главное, что он не прожаренный Скажите, это вообще нормально Продавать сырого тунца по 25 евро Или что-то тут не в порядке Прогулки проходят довольно быстро Пока приехали Пока разобрались тут на месте Что-то прошли туда-сюда Дроны запустили Сели пообедать Пообедали Пообедали Это уже час там с лишним И все Еще там часик погулять Уже обратно в 16 часов Так Долго, конечно, плыть Можно что-нибудь поближе выбирать Ну и либо На большее количество времени сюда приезжать Допустим, с ночевкой Чтобы уехать прямо в самый углубь озера Где Такое максимально узенькое пространство Посмотреть горы близко Очень миленько Напоминает Чем-то кому Но Тоже Все равно Своя атмосфера Водичка Кристально чистая Прозрачная Тепло Хорошо Птички поют В общем Кайф Все будут кидать Обожаю этот момент Когда они кидают И Оп Ну что В таком вот Живописном Красивом месте Я буду заканчивать Своё видео Из Италии Надеюсь Вам понравилось Это мини-путешествие По Италии Мы с вами Посмотрели Прекрасную Венецию Живописную Гарду Красивые места Может быть Кого-то это вдохновит На путешествие В этот регион До встречи в следующем видео Пока-пока Пока-пока